Попытка мятежа, которую в конце июня предпринял глава ЧВК Вагнер со своими наёмниками, стала началом необратимых процессов в России. Они в будущем приведут к гражданской войне и потере контроля Минобороны Российской Федерации над армией, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ещё вчера до полномасштабного вторжения в Украину российскую армию вполне серьёзно называли второй армией в мире. Истерически её боялись и даже не представляли, что против неё можно эффективно воевать. Поэтому, чтобы окончательно уничтожить очередной миф, о котором вчера боялись даже думать, необходимо всем набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ, которые в любом случае доделают работу до обязательного и справедливого финала. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины в Твиттер. Из-за масштабных потерь Россия вынуждена разворачивать дополнительные военные госпитали в гражданских административных зданиях на временно оккупированной территории Украины, заявили в Генштабе ВСУ. А украинская разведка сообщила, после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину среди российских офицеров значительно возросло число самоубийств. Количество суицидов среди расистов и российских офицеров после полномасштабного вторжения возросло и выросло значительно. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины, в эфире марафона «Еды не новая». Деморализуют российскую армию и отсутствие должного снабжения и бесчеловечное отношение к ранеными погибшим военнослужащим, тела которых даже не пытаются забрать с позиций. Теперь к этим факторам добавится и риск судебного преследования. Двое офицеров предстанут перед судом за то, что не предотвратили удар по Белгородскому складу с боеприпасами в апреле 2022 года. 10 лет колонии грозит им за нарушение правил несения боевого дежурства. Это первый случай применения данной статьи в российской следственно-судебной практике. Министерство обороны США уверены, морально-психологическое состояние российских военных снижается, фиксирует множество случаев дезертирства и отказа исполнять приказы. «Мы продолжаем наблюдать рост признаков плохой дисциплины и проблем с боевым духом в российской армии. Воля украинцев продолжает быть невероятно сильной. И, как мы видим, это будет наносить россиянам достаточно чувствительных ударов». Пэт Райдер, представитель Министерства обороны США, на брифинге. В июне 2023 года политическое убежище в Литве попросил пилот военно-воздушных сил России лейтенант Дмитрий Мишов. А 10 августа с той же просьбой обратился еще один российский офицер Иван Королев. «3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политическое убежище». Иван Королев, российские военнослужащие, в интервью Би-Би-Си. В Главном управлении разведки Минобороны Украины напомнили, российские военнослужащие, которые не хотят стать соучастниками преступлений путинского режима, могут сдаться в плен. В рамках государственного проекта координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу жить». Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права. Наталья Гусак, Владимир Штунгелов, для телеканала Freedom.